Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз и сегодня я вам покажу и расскажу об одной из самых легендарных игр со приставки Sega. Эта игра называется Battle Tots и Double Dragon, то есть боевые жабы и двойной дракон. Я думаю, что мало кто из вас знает вообще о чем идет речь, что за двойной дракон, что за боевые жабы, что вообще за мутантские бредни тут происходят. Слишком часто перед нами выскакивает стартовый ролик и мы его пропустим. В общем, лет так 20 назад, а то и может быть побольше, был очень популярен жанр Beat Em Up, он на всех консолях, хотя их тогда было не очень-то и много. В общем, он просто шагал с мимильными шагами, то есть если вы не понимаете о чем идет речь, то это жанр, в котором вы берете какого-нибудь накачанного мужичка, как видите, можно взять даже накачанную жабу и с помощью нее убивать вообще всех вокруг. И тогда были популярны две игры, это игра про боевых жаб, их там было трое, они там дико такие были веселые, всем давали люлей и был двойной дракон. И вот их решили объединить. И то, что получилось, вышло ну просто шедевральным, на мой взгляд. Я впервые в эту игру поиграл, наверное, лет так 12 назад или даже может быть больше и вообще был в диком восторге на приставке Sega. Давайте-ка начнем. На выбор выдают нам трех жаб и двух людей. Это вот эти... Я помню, у меня была русская версия, там они назывались лягушки-боевушки. Как видим, у Пимпла самое огромное и толстое ебало, но это не значит, что он крутой. Мы сейчас, наверное, выберем все-таки. Ну, честно говоря, я играл в эту игру довольно-таки долго, так пройти ее и так и не смог она, потому что дико сложная, как, в принципе, и почти все игры с старых приставок. Но скажу, что люди тут, то есть Билли и Джимми, сосуд, откровенно говоря. И вообще игра Double Dragon, она была более популярна на Dendy. В принципе, и первый Battle Tots тоже, по-моему, впервые появился именно на Dendy. Что ж, наверное, выберем мы все-таки этого Russia. Тем более, я живу в Russia, как бы в Russia играть за Russia довольно-таки логично. И сейчас я вам просто покажу первый уровень, что в этой игре вообще есть, что в ней происходит. В общем, это ролик стартовый, то есть Абоба не любит тех, кто ему мешает, короче, дрочить, ну или типа того, не знаю. Короче, черный властелин что-то нам пригрозил, а это очень плохо. Довольно-таки прикольно, что в этой игре вот такая вот хернешка происходит. То есть можно также бить им по рукам, но, к сожалению, я не совсем так помню, как это делается. Эх, моя память. Так, можно тут отхуярить им по полной, короче. В общем, игра, говорю, хороша. Она, ну, в детстве мне вот это вот дико доставляло, вот эти вот огромные кулаки. И сейчас, погодите-ка, попытаюсь я с управлением там разобраться, так все понял. Опа, нате, просто рестлинг, нахуй, сосет по сравнению с моими этими финтами. Теперь можно сделать вот так вот. Опа, пять тысяч. Еще пятачок. И опа, и мы снова в деле. Так, какая-то розовая пидоросня пролетела, но мы с ней быстро расправляемся, само собой. Потому что мы просто... На, на, в жбанянский тебе. Ой, боже мой, так я мог сорваться, и это было бы минус одна жизненка. Так, теперь их две, но это плохо. То, что в меня стреляют, то есть с двумя справиться. Логично, что в два раза тяжелее. Но ничего, пока одна там еблом щелкает, мы вот это вот приговорили. И следующее, в принципе, тоже. Так, сейчас, по-моему, будут блядские руки, клоунские. Ну, это не эти, это просто какие-то очередные космонавты. Возможно, это какие-то гагарины. Так что, возможно, я оскорбляю чью-то память. Но, надеюсь, что это не гагарины, а какие-нибудь блядские космонавты, как я их говорю. Ну, видимо, они тоже умеют атаковать, причем не слабо. Но, слава богу, в этой игре есть не одна жизнь. То есть, в прошлый раз мы играли в Comic Zone. Вот, там была одна жизнь. То есть, проиграл, все, до свидания, парняга. Ломай джойстики, блядь, приставку херач, покупай новые. Все равно, потому что выбора не было. Ну, тогда выбора не было этого. Для меня покупка нового джойстика, это 60 рублей для, там, трех-третиклассников. Четырехклассников, это было просто очень большие деньги. Вот. Так что, продолжаем мы давать по-по-попузьям этим ублюдкам. Да, смотрите-ка, выжил. Ох, он выжил и прописал мне, но я провел контратаку. И он приговорен к смерти, сучка. Так, иди сюда. Гниль под забором. Так, еще одна летающая какая-то ебака появилась. Но мы с ней быстро расправляемся. В общем, я думаю, что все, кому старше... Давай, давай, давай! Кому старше, ну, наверное, лет 18, ну, точно в эту игру должны были играть. Потому что она, ну... Все в нее играли. Она была дико популярна. Особенно круто в нее играть вдвоем с друзьями. Ну, это просто, на самом деле, жестянка полнейшая. Когда вот вы играете там за человека и обезьяну, и лягушку, и все у вас там... Сукан! Так, я погиб. Но пока есть такая фишка на консольках, что когда вы только-только погибли, у вас еще есть... После возрождения несколько секунд, когда вы мигаете, вы бессмертны. Это просто, блядь. Чудеса в решете. Что ж. Еще одна ручонка. На! Не знаю, кто все это вырисовал, но это забавно. Сука, прям леща мне отвесило. Еще одного леща. Довольно-таки мощная. Рука, между прочим. Ну... Блядь, я промазал. Еще разочек и готов. Нет, не готово. Смотри-ка. Что? Да... Ну, это несправедливо, между прочим. Бей меня. Готово. Так. И сейчас, по-моему, мы увидим его. О, да-да-да-да, смотрите-ка. Сейчас вот внимательнее. А нет, блядь, это еще одна ссаная рука. Также есть, помимо обычных Дабл Драгонов, говорю, еще есть Баттл Тодз. В принципе, в Баттл Тодзах более схожая боевка. То есть, также у них там руки, кулаки увеличиваются. А в Дабл Драгон такого не было. И вот, гмосякин вот этот выскакивает. Сука. В лосинах фиолетовых. Сука. Каким надо быть пидором, чтобы одеть, блядь, фиолетовые штаны. Сука. Не знаю, хуже этих могут быть разве что зеленые штаны. Но это просто пидоросня полнейшая была. На! До сюда! Да! Вот мы его, короче, отгружаем люлей. Но теперь он нам отгружает люлей. Причем очень серьезно. Хоть он нам загнал в угол. И что такое? Еще есть одна жизнь. Еще можно все исправить, но очень хорошая игра реально сложная. И вот мы выдаем пинчару. Короче говоря, мы прошли первый уровень. Я вам показал эту игру. По-моему, тут около пяти или шести уровней, если не ошибаюсь. Может быть, даже больше. Я вот дальше с пятого, по-моему, не проходил. Там появляются какие-то тетки злобные. С кнутами. Ну, короче, те, кто играл, поймут, о чем я. Остальные подумают. Ёбаный в рот. Какая страсть. В общем, игра хороша. Всем советую. Если вы любитель ретро, то качайте и играйте в удовольствие. В общем, игра хороша. Повторяюсь. И в следующем наш монстр это смесь ежа и Филиппа Киркорова.